МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Связь поколений через полотна художников и воспоминания учителей. Сказочные истории для самых маленьких зрителей и самое интересное в спортивной сфере. Как провести насыщенные выходные в Ешкар-Оле? Об этом далее в нашей афише. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из самых титулованных художников Мариэл – мастер тематической картины и лирического пейзажа. Он также успешно работает в станковой живописи, книжной иллюстрации и сатирической графике. Всё это про народного художника России, нашего земляка Зоси Малавретьева. В Республиканском музее изобразительных искусств открылась персональная выставка, приуроченная к его 85-летию. Здесь представлены более ста работ, среди которых широко известные картины. На концерт в гости к молодым Марии Чудра и мать. Самое главное – это любовь, которая, наверное, даёт вот тут сверху. И сюда эта семечка кидает. Вот это в сердце. И там эта любовь, она бессмертная. Вот и делаешь, и пишешь. Познакомиться с яркой и самобытной культурой марийского народа, с его традициями и обрядами, отображёнными на полотнах Зоси Малаврентьева, можно будет до 28 октября в Республиканском музее изобразительных искусств. «Ещественность педагогов, это у них вся семья педагогов, вообще все». Вспоминая учителей, так называется выставка, переносящая зрителей среднего и старшего возраста в годы учёбы, которые пришлись на вторую половину прошлого века. Какими грамотами раньше награждали за успехи, какие портфели носили учителя, как отмечали День учителя и не только. «Тут раскрылась на этой выставке не одна сторона учительской жизни, а как они работали в свободное время в лагерях. Есть витринки, когда праздновали, как праздновали День учителя. Вся выставка, экспозиция создана из личного архива учителей». Экспозиция создана на основе семейного архива семьи учителей 11-й школы города Ешкаралы-Поповых Владислава Васильевича и супруги Лидии Ивановны. На выставке представлены фотографии, документы, письма, личные вещи и другие предметы, в которых присутствует память об их педагогической деятельности. Выставка работает в Музее народно-прикладного искусства до 28 октября. А театры Республики радуют своих зрителей разными постановками. В репертуаре театров есть и полюбившиеся всем спектакли, а также премьеры. Так 22 сентября в Национальном театре имени Шкетана. Для маленьких зрителей и их родителей представят музыкальную сказку «Лось их тыго». Это детский мюзикл, посвященный теме экологии и любви к родному краю. В театре оперы и балета имени Сапаева предлагают вниманию зрителей сразу несколько сказочных историй. 22 сентября – балет «Золушка», а 23-го – «Василиса Прекрасная». Также здесь 26 сентября состоится вечер органной музыки с участием камерного оркестра театра и солистов. От отдыха культурного к спортивным состязаниям. Поклонников королевы спорта ждут на легкоатлетическом кроссе, который состоится в субботу, 22 сентября, на учебно-тренировочной базе «Корта». Начало в 12 часов. Конкурс, качки и прекрасные чистокровные лошади. Всё это можно будет увидеть на межрегиональном конно-спортивном соревновании, которое состоится в Медведевском упадроме 23 сентября в 10 утра. Не пропустите, проведите время с пользой. Редактор субтитров А.Семкин